дорогие друзья хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты поведения нас всех считающих себя верующими в храмах особенно особенно для мамаш скорее всего для мамаши не для папаши потому что чаще мамаши с детьми приходят в храмы и создают там такой шум не следя за своими детьми много хочется вам сказать не поймите что это я как какой-то учитель не самому еще учиться и учиться но поскольку уже почти 30 лет я в церкви много можно заметить что люди делают совершенно неправильно ну и обвинять их нельзя потому что их никто не учит но я думаю что и учить не надо как вести себя в храме я думаю что шортах в коротких вряд ли вы кто поехал на прием к путину правильно все жарко никто не оправдается жарко а как же священники в такую жару филонь и подрясники сколько они всего одевают и терпят а мы не можем брюки надеть очень много да самое главное что замечание то никто не должен делать кроме священников как-то какой-то мягкой форме ну знаете просто ну некрасиво идут я еле терплю хотя раньше делал вот ну так чеславе там уже зашкаливает но хочется сделать замечание женщина там брюка ходит без платков для этого в храмах должен быть батюши же некогда он в алтаре он же не видит кто приходит храм должны должны в храмах быть люди которые поставлен на это по благословению настоятеля следить за этими вещами чтобы платочки раздавали если уж куряне пришли без платка хочется в храм зайти вот тем более мы знаем как апостол павел вчера читал да жене в храме учить нельзя а сейчас знать как бабушка приходит в храм у нас есть такая одна с внучкой раз месяц ходит там вытащишь телефон допустим мобильный ну бывает там кто-то позвонил посмотреть еще что тебе благодать уходит благодать уходит или поклоны нельзя делать вы что оглашенные ну да в общем то она в какой-то степени права ну бабушка закрой рот бог все видит да как уж ладно мужчину должен сказать и то не любой а кто может быть и как то еще кто постоянно ходит в храм еще как то сказать тихо кротко мы этого не умеем мы обязательно обидим а вообще так хочется много сказать оглашенные главы ваши преклоните священник в алтаре пол храма головы преклоняют просто не знают что это такое и с чем идят кто такие оглашенные те которые готовятся к крещению ну не знают люди нужно объяснять много чего не знают батюшка кадит как валочки вокруг вот так вот крутятся ходят спиной к алтарю я однажды Алексей Ильича спросил ось профессора московской духовной академии ну он посмеялся просто на это я наверное думаю что в кадиле дух святой или допустим пишут путешествующего там а здравие путешествующего такого-то тяжело тяжко болящего такого и священник говорят Алексей Ильич что-то меня вот это смущает Александр скоро будут писать печеночно болящего сердечно болящего ну что Бог не знает что мы все больные тяжко болящие мы что-ли имеем в себе какую-то такую индикаторную способность что знаем где тяжко где не тяжко ну смех один мы же пишем в записках которые подаем о здравии там десять двадцать одинаковых имен там Александра 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 странно да фамилии не пишем а Господь все знает о ком мы пишем кого мы в уме о ком подумали уже Бог знает тяжко не тяжко это не нам судить Бог все видится все знает потом еще такой момент ой Александр вот такой-то отрок очень плохо чувствует вот он почти умирает да скажи всем по ватсапу чтобы за него молиться вы знаете я считаю что это неправильно проговорить две секунды это что молитва мы настолько исказили понимание в молитве что помолись Александр помолись там за него помолись мы такие молитвенники все я что даже 30 лет я в церкви я что молиться что ли научился святитель Игнатий Бринчинов говорит надо учиться молиться нам всем и священникам в первую очередь понимаете да это самое главное без молитвы нет религии а мы мы не умеем никто вот как в арсенофе великий пророк Иоанн в книге Абадорофея по учениях Абадорофея говорит что когда будут просить нас об этом что нужно отвечать Господь да спасет и помилует нас всех вот избавились от тщеславия и от того чтобы человеку не нанести обиду в отказе что мы не хотим а то мы хорошо помолюсь прям молитвенники мы Господь да спасет и помилует нас всех вот что касается поведения шума это конечно родители должны отвечать попробуй удержи слушайте а чего вы так детей распускаете ой попробуй Александр удержи как попробуй зачем вы водите тогда вы знаете я помню 30 лет того назад так детей в храм не водили какое-то прям повальное повальное вот это причастие младенцев причем младенцев причащают сами нет Алексей Личось стоп профессор часто говорит ну в грязных сапогах в чистую душу ребеночка причастили а мы все грязные нет совместно с родителями должны причащаться готовиться родители к этому и детей причащать а у нас кому два слова скажет кто там молится что-то какие утренние или вечерние молитвы да знаю не буду говорить вам как все просто однажды помню привели молодого парня как молодого ну лет двенадцать ты будешь причащаться да матери спасил а он постился нет а читал молитвы нет иди к батюшке спроси батюшка я вот не постился не молился хочу причаститься только не говори что Александр меня послал думаю неужели батюшка допустят нет допустил батюшка а многие не говорят многие не говорят батюшке ну слышу жить ну что не слушаюсь маму не слушаюсь папу о какие грехи ну давай причащайся причастился и начинается беготня по храму стрелялки с пистолетом с водой ой что творится вообще это ужас это что касается детей гнив божий навлекают родители за своих детей Алексей Личосьпов часто когда говорит об этом в своих лекциях напоминает гнев божий еще как будут виноваты родители на страшном суде туго туго придется вот это что касается поведения и нас самих да шум гамп я другой раз тоже да да кто-то спросил вот отвечу главное дело замечает многие что я виноват те которые бабки там говорят ну по-других ну это понятно бессы же они тоже знают как кому сказать укорить все по промыслу божьему все да или потом еще знаете такой момент очень смешной есть такой батюшка один андрей овчинников по-моему известный он часто говорит ну цирк устраивают когда перед исповедью есть покойный дмитрий смирнов отец тоже говорил перед исповедью повернуться задом ко мне простите меня но смех один откуда взяли эту привычку прям да и главное дело просит прощения у того кого вообще не знают люди в первый раз в храм пришли и так же перед причастием вдруг поворачивается ну цирк театр это и вот андрей партерия андрей общинников это не я придумал и сказал да а потом причастились и лебедь белая плывет к таинству запивки я тоже так говорю ну это же запивка ну зачем руки то опускайте ну в пол храма идут это это нужно говорить священникам подошли причастились все руки опускайте вроде сергия лаври вообще там запивка святая вода а у нас конечно с когорчиком и детишек приучают к этому все правильно и я сам люблю да все для людей все для людей все для людей потом просфоры раздаем просфоры и начинают детишки кусать крошки на пол все однажды видел в другом храме не у себя в одной руке яблоко в другой просфора и ребенок то яблоко то просфору тут же бабушка верующая сидит кто это должен говорить ой столько много всего но священники понятно не успевают ну нужно как-то успевать много таких моментов потом люди конечно приходят в храм уже после евангелия а то бывает уже в конце службы и причащаются но священники причащают на их будет совесть я не знаю я не имею права судить но но сами то люди как причащаться если они в конце службы пришли я не знаю а бывает так что приходят и читают молитвы к причастию не успевают а какое кому дело вы должны успевать это нельзя слушать молитвы вернее не слушать там что-то дьякон говорит или священник а я буду стремляться читать молитвы это чтение а не а не молитва понимаете ой сколько всего все не упомнишь крошки вот сыпятся на пол когда ребенок ест их неаккуратно ну разрезать бы надо но люди не справляются не успевают да кругом одно неблагоговение неблагоговение вот много конечно всего аж конечно тебе поем тебя благодарим тебя благословим когда святой дух сходит на стыдары падать ниц как столбы стоим зато святая святым всегда весь храм когда Алексей Ильич Осипу говорит не надо делать поклоны даже священник в Алтарии не делает ну народ у нас лучше знает ой дорогие друзья это такие детали конечно ну из этих деталей все складывается понимаете много чего складывается что мы делаем и так и благовения нет у нас ни внимания нет ну что о покаянии не говорю если оно есть такие грехи которые мы просто говорим и знаем что все равно будем их совершать допустим осуждение я знаю сам плохо это да но все равно будем будем если кто скажет я не буду это он так это просто говорит язык работает пустое помоги нам Господи во всем ну естественно мне поскольку я говорю как будто я это все сам делаю да все это вижу сколько же давно в храме хотелось бы наладить но так вот раньше у нас вешали табличку в храме простите идет важная служба евхаристический там канон нет приходят свечки ставят теперь теперь не делают ну где-то в каких-то храмах делают честь и хвала таким батюшкам вот простите меня боги нам господи вот вот о я Продолжение следует...